И Сына, и Святаго Духа. Аминь. Продолжение следует... Дорогие братья и сестры, с воскресным днём выключу вас в доме, который является покровителем вашей Приходы Тихвинской и также с приездом святых мощей святого Николая и уважаемой Матроны. В сегодняшнем воскресном лавере говорилось, как Господь шёл в Десятиграде и на берегу Галилейского озера встретился ему Бесноватый, который был именем, постоянно связуем крупными железными, но чудесным способом вырывался из них, так как в нём находилось не один Бесноватый, не два, не десять, а целый регион. И он ходил по пустыне, по жаре. Никакие, в общем, болезни, пытки не действовали на него. Он не терпел никакой беды и боли. Но когда Господь пришёл, он подошёл к нему и просил, чтобы Господь Бесноватый, и попросил, чтобы Господь изгнал из него Бесов. И Господь изгнал. Там подсловит большое стадо свиней, которые подслит пастухи. И вот эти бедцы вышли из Бесовки, дожди в свиньи. А свиньи, в свою очередь, устремились с берега, с крутизны, с крутизны в море, в Галилейское море, в озеро и утонули. Конечно, по естественному, мы знаем, что никакое животное не тонет, оно умеет плавать каким-то там способом, а по крайней мере, не хочет утонуть. Здесь же они просто, как говорится, великом и бесами устремились в озеро. Много там и сейчас до сих пор событий, связанные с этим, бывают чудесно. Об этом сейчас не будем говорить. Но главное то, что Господь изгнал из этого Бесоватора большое количество бесов. И этот страшный человек, который колебал все там те районы, он сидел здравый, осмысленный, ему дали одежду. И когда люди, у которых было много свиней, которые заняли пастухов, чтобы пасти эти стада, их было там сотни, можно даже тысячи, пришли в удивление, что произошло, и увидели этого бесноватого, который был из их рода. Они уже оснулись, но вместо того, чтобы расславить Бога, и что пришел единственный человек-борец, который узнал бесов, они пожалели своих стеней, которые пытались, от которых имели доход, и попросили его уйти в родную землю. Пастуха тоже хотела проповедовать Слову Божию. Сегодня воскресный день называется Малая Пасха. Мы вспоминаем каждое воскресенье, каждый, более правильно, недельный день. Неделя – это значит воскресный день, а седница – это значит семь дней недели, в среднем, в смысле. Судово, что есть недели, это воскресный день. Вот воскресенье, мы вспоминаем ту светлую историю воскресенья, ту Пасху, которая была в времена Господня, и каждый год бывают раз в году пасхальные дни, но и каждую неделю мы тоже вспоминаем эту Пасху, называется Малая Пасха. Сегодня ваш приход этого села, не имеющий пока храма, будет небольшой храмик, потому что сегодня небольшой, но в Косклубе может служить не первый раз здесь, по-моему, третий раз я служил, батюшка регулярно служил, здрасте, и приход имеет невестное посвящение в честь Тихлистской иконы Божьей Матери. Это великая святыня всемирная, мы знаем, что в Константинополе в Волохеевском храме находилась дивная икона, написанная Данил апостолом и Денисом Гукой, он же был врач, он был иконописец, он сам общался с, он был апостолом, ивангелем написал, сам неоднократно видел Божью Матерь, общался с ней и написал много икон, как бы с натуры нашего понимания, видя саму Богородицу, общаясь с ней, осознавая, ощущая ее дух, разумные, в виде пресвета, лик ивица. И вот одна из этих икон, которая называлась Махерская тогда, она находилась в храме, посвященном этой иконе. Потом уже перед нашествием туда гусульман, вот этих вот турков, сельджуков, арабов, которые завоевали Константинополь в XIV веке, прямо перед этим событием икона пропала, и в это же время явилась подобная ей икона в Новгородских землях, недалеко, в войнообразных местах появлялась и окончательно осела, приземлилась, так можно сказать, чудесного образа на воздухе, как мы поем в храмах, по воздухам, где мы можем перенести эту икону, облилась в пределах Конгородских, близ города и большого города Тихлина. И сейчас эта икона там находится, чудесное великое святение. Она, конечно, и всероссийское святение, но она и всемирное святение. И церковное предание приписывает, что этот образ как раз тот в Ахерский, который чудесным образом пропал из Константинополя перед путешествием и богоборцев она верла, когда разоряли, сжигали, убивали, грабили, насиловали и, конечно, занимались поруганием святых икон. Мы знаем, что много икон, такие как Иверская по воде была отпрошена на воду, но она была не горизонтальна, как и доска была, а вертикальна. И потом, через долгое время ее забрал монах Георгий Грузин и в Иверском мунистре она находится до сих пор и в Иверской иконы. Также икона тоже по преданию написанной Апостолом Лукой словами. Милость словами, как переводится греческое слово, там сложное, она находится на святой вереофон, тоже как слова чудесным образом. Много икон было переносимых по воздуху или обретающихся где-то. То есть, читая «Житие святых», мы видим, что сколько было чудес. Так и в нашей жизни вроде братья и сестры много совершается чудес. Но мы просто часто их видим, удивляемся, радуемся, утешаемся, укрепляемся в вере, но потом по своему неродению забываем. вот один старец, против Сергия Лавры, когда я был, и он беседовал с многими людьми, и он, например, сказал такой случай, не случай, а дал вот этот совет людям. Я его запомнил, он сам мало употребляет, но вот вам дает добрый совет. Поступать так же. Он говорит, надо каждому человеку, верующему, ну и неверующему, хорошо, иметь тетрадочку, в которой записывается, на своем названии написать такое, чудеса и милости Божьей, бывшие со мной и со своими родными и близкими, явленные от Господа. И если внимательно записывать события нашей жизни, то окажет, ну как скажут, многие люди добрые всегда вели дневники, мы знаем, да? Но это дневник всей жизни, это очень внимательные люди, внимательные к себе, к своим поступкам, и Господь призывает нас зреть и свои согрешения, не осуждать и брата своего. Мы уже часто видим другие грехи, осуждаем, потом пересуды устраиваем с кем-то, перебываем кости, а свои грехи забываем. Внимательные люди смотрят свои грехи, записывают их, оценивают, сравнивают, прошло время, исправили ли мы эти грехи, или опять-таки находимся в состоянии падения и скатываемся все хуже и хуже. И также внимательные люди записывают те милости, которые бывают с нами, с нашими близкими. Потому что столько бывает чудес избавления от смерти, от разбойников, от аварий, от каких-то бедствий стихийных. Вот мы знаем, где стоит Рова Божия Мария, где-то она здесь спряталась, вот она стоит. Молилась уже дома, вода прям поступала в уборке. Ну, вы, наверное, знаете, вот здесь, и она что делала, дочке позвонила старшая, она говорит, вот в Рязанской области огонь подходил всем ко всем домам, дома горели, и женщина взяла икону, начала вокруг дома ходить, с чтением тропарей, молиться. И, пожалуй, все дома сгорели, дверь, один дом и остался. Муж был неверующий, просто ходил водой, дочкой. Тоже, слава Богу. Ну, вот. Так вот и Мараба Божия Мария взяла иконочку, обошла дом, ну, даже участок, и вот там, где она обошла, колочки ставила даже, и вода погодила, и за колочки не зашла, за эту линию невидимую. И постояла, в огороде Нижнем немножко постояла, ушла, а то же огород вырос, в подвале воды не было, а у всех затопило. И огород спасла, и дом спасла, и жизнь спасла. Ну, такая милость Божья. Поэтому таких чудес много, вот это записано. Вот у меня были много случаев, когда была смерть явная, то от урагана, то еще от каких-то случаев. Господь недалеко от нас сказал, что Господь всегда заступается за нас, всегда рядышком, только ждет, чтобы мы не забыли про Его, обратились к Ему, а мы все едны сами, мы сами. Бывает, конечно, сходы, беды и искушения. Поэтому вот эта внимательность к своей жизни, внимательность чудесам и милостям очень важна, потому что Господь передает каждому из нас кому-то в избытке, кому-то немножко совсем. Еще бывают наказания Божии, это тоже милости Божьи. Когда человек согрешит как-то, не знает, что он согрешит, но нет наказания, и он думает, как хорошо. Опять согрешит, опять нет наказания, блудит, убивает, грабит, все только не делает, бьет, а наказания нет. Так они готовятся, эти наказания, на страшный суд. А у праведников наоборот, вот он согрешит, а сразу получает наказание. Почему в церкви? А то кресты падают, то батюшек там по барею падают, или их там убивают, грабят, насилуют, то еще чего-то. Почему? Потому что священники, они стоят пред Богом, пред лицем Божиим. Они, конечно, грешат. Они, как любой человек, нет праведника, который жив будет, если решить. Нет такого человека. Даже праведник семь раз на них не решит. Но Господь их наказывает. То есть, значит, любят их, значит, заботятся сейчас уже, чтобы они вразумились и справились. Что такое наказание? Это милость Божия, родительский, небесный, отцовский наказ. Поэтому, конечно, мы люди слабые, конечно, мы люди мощные. И когда Господь нас вразумляет, наказует, показывает нам правильный путь, обличает, то это хорошо. Поэтому мы всегда должны в благодарность и принимать наказание. Как говорит премудрость Божия через Соломона Святого, сказано, обличи премудрого и возлюбит тебя. А сказуй праведному его недостатки. И он, скажем, приложит премать, то есть говорит, давай мне еще говори, мне нравится, я буду принимать эти твои обличения. Говорит, а обличи безумного, возненавидит тебя, ты побьешь. Поэтому мы не будем летать бисер перед семьями, будем хранить святыню во страсте Божией, будем благоговенно собирать, как Божья Матерь собирала в сердце сокровище при мудрости Божией и милости и наказания Господне и хранить это в сердце своем. Как это делали великий угодник Божий святитель Николай Чудорборец, который исполнил все Евангелие, правила веры, образ кротости, вещей истины, называет его церковь и многими другими буквальными словами, как он исполнил все заповеди Божии, как многие праведники совершили, остальные заповеди где-то согрешили, но Господь через пролитие крови или за многие труды прощает их. Но святитель же Николай исполнил так сказано его же те все Евангелие, все заповеди даже малые. Ведь заповеди не только заповеди не есть как в раю Адам первый заповедь от древа познания от рая зла. Есть еще заповеди, десять заповедей, которые Моисей дал в Божии Синай. Есть четыре-девять заповедей блаженства, которые Господь дал. Две основные заповеди первого изглубить Бога, другого ближнего, как самого себя. Но и все утверждения, которые говорит Господь Евангелие, как надо делать, как не надо, это тоже заповеди Божьи. Надо стараться понимать и соблюдать постановление соборов, родительские наставления, указы государственные. Надо стараться все это исполнять. Как сказано, что праведик все или к восхоте успеет исполнить. Это мы должны ставиться к праведности и исполнять закон. Потому что закон Божий, в этом проявляется наша любовь. Если мы любим Бога, то мы стараемся исполнять закон Божий. Мы стараемся угодить Богу и жить чисто, свято и его дочистиво. Также мы должны читать житие об Матроне блаженной, подражать ее житье. Она в детстве была у Бога, была и слабенькая физически, и главное, не имела зрения. Это знаете, как страшно, когда человек не имеет зрения. Но Господь открыла духовное зрение. Она видела не только поступки людей, она видела и грехи, видела и добрые дела, обличала, поддерживала. И к ней стекались тысячи и тысячи людей при ее жизни. Она исцеляла чудесно их. Она разумляла, выставляла на путь истины. И после ее смерти, к ее кладбище Даниловское стекались сотни, тысячи миллионов людей. Я там тоже был неоднократно. Но потом мощи достали, перенесли в Патровский монастырь. Сейчас патронушки помилосудочные, идет там долго народов, часами люди стоят, десятками часов, не могут попасть. Повезли частичку мощей с Титем Николаем с Рима. Хотя мы знаем в Баре. Мы знаем, что по всей стране, у нас есть частичка мощей в других странах, но много народу идет, так матронно, что так всегда идет. Такая великая угодница Божия. Великая члена творится. Сегодня память еще Тихонова Павлоковского, Патровского, великого угодника Божия. Память Иоанна Бодского, который жил на территории нашей России, в Крыму, только в древности, еще в веке восьмом, был великий тоже угодник Божий, мне бы хотелось быть его мощей. На горе медведь, там рядом Артек находится, там вот на горе медведь много бодских святых. Это наши древние пленки. Также сегодня память иконы Божьей Матери Семьи Зерской в Казани, тоже там приходилось бывать. И в Иерусалиме есть город Либда, и там апостолы построили первый храм Чиск Божьей Матери посвященный и хотели пригласить ее посмотреть на храм посвященный ее имени. Они пришли к ней, как Фриданин рассказывает про нерукотворный образ Либской иконы. Пришли к Божьей Матери и хотели пригласить ее в этот храм и говорят пойдем с нами Божьей Матери и посмотри храм. Она говорит я там уже была духовно туда переносилась и видела и когда они пришли увидели что на стене этого храма у них нерукотворное изображение Божьей Матери. Это первое изображение мы знаем что нерукотворный спас первое изображение Господа и вот нерукотворное изображение Божьей Матери это икона постенная она преская она первое изображение Божьей Матери нерукотворное у них апостолука еще рисовал иконы Владимирскую Тихинскую и многие другие предания до 70 икон предписывают церковь предания с праздником дорогие братья и сестры поздравляю вас с праздником в помощи Божьей радости чтобы подчащий батюшка здесь служил может помощь удастся построить на большой храме специально для службы и конечно не забывать о главном потребном Господь ищите царствие Божие силы все остальное земное временное дружиство спасибо даже Господи благодарю что посвятили виссию с вашим графиком и с расстоянием между гепартией между храмами но все равно посещаете такие виссии где очень мало людей но тем не менее как и Господь говорит не бойся малое стадо я с вами воскрешение ветра и так же здесь у нас в Папосте пусть небольшой приход но здесь сестры постоянно приходят исповедуются кличе но все равно служим здесь литургии молебны даже когда не бывает времени тоже большая занятость они даже звонят говорят Бабушка это почему забыл о нас и вот слава Богу что не только Бабушка и Вы посетили эту вещь что будем вместе здесь пребывать и сегодня пребывали вместе с Господом просили всех святых святителей Николая блаженную Матрону чтобы они нам помогали чтобы именно все создавались вот этот свет который маленький приход несет в этом селе потому что как раз есть это село как сегодняшнее Евангелие когда местные просили уйди отсюда Господи Ты почему побывил наших свиней даже и здесь люди превратились в животных простите за выражение но тем не менее ведут себя и слава Богу что вот эти сестры даже не боясь ничего даже перекреститься идти молиться с Бабушкой часто встречаемся общаемся здесь у нас есть библиотека то есть она небольшая но все равно интересуется читается ну и стараемся вот так вот вместе даже где-то трапезу покушать пообщаться и мы их не оставляем и так же просим всех святых святителя Николая Тихий что Боговодит предложить Матрону что ваших молитв чтобы эти сестры несли этот свет который во тьме сияет спасибо еще хотелось бы сказать дорогой батюшка спасибо что вы нас не забываете что приезжаете с вами силой нашей мы чувствуем нашу молитву что вы молитесь о нас и спасибо батюшке за то что он приезжает и мы надеемся что может быть Божьей помощью все-таки здесь у нас какой-то может быть нам и большую молитву спасибо еще еще хотел сказать что у нас местным жителям приехали архивии конечно батюшка постоянно приезжает и приехало много гостей хор такой замечательный сборный гостей из подсвет кокшаровки и горки из каменьки кто-то приехал потом со мной приехали гости из москвы из владивостока из артема ну я сам с арсеньем у него все что у нас получается так весь мир сюда пришел представители понемножку это все в каждой твари попали спасибо господи братья естественно много если он богат причастники выслушайте благодатственные молитвы по святому причастению славы